И костная пластика, и имплантация в коррекции контура в лице, синергизм и противостояние. Ну, мне приятно выступать в этой аудитории, спасибо за предоставленную возможность. Значит, когда мы говорим о возрастных изменениях, мы должны понимать, что происходит с лицом. Есть такое понятие, как baby face, это маленькая, кругленькая, одутловатая, приятная, милая личика, при этом костей мало, мягких тканей много. И в результате возникают такие, ну, замечательные образы. Ну, вот клинический пример. Это моя дочь. Это еще один клинический пример. Это мой сын. Baby face, все как надо. Что происходит с лицом с возрастом? Вот девочка 12 лет. Вот мы ее наблюдаем на протяжении взросления. Мы... Нет. И вот что интересно. Она лечилась у меня ортодонтически. Мы видим, какое было одутловатая, милая личика. Значит, с возрастом происходит большая скелетизация лица ввиду роста опорных структур, которые начинают все более и более выдаваться, подчеркиваться. Мягкие ткани больше и больше натягиваются. И получается, ну, скажем так, взрослое лицо. Значит, когда мы говорим о наших возможностях хирургической коррекции, у нас есть первый уровень. Это гонотологический, гонотический уровень, когда мы перемещаем основание челюстей, перемещаем зубные ряды, и открываются большие возможности по коррекции формы губ и по коррекции пропорций нижней зоны лица. У нас есть периферический уровень. Это те костные структуры, которые нам важны и значимы. Это скуловые кости, это подбородок, это углы челюсти, нижний край тела челюсти. Есть еще периферические, про это мы чуть позже поговорим. Спасибо Абрайну Мендельсону, который нам рассказал про устройство мягких тканей лица. Ну, вот то самое дерево. И когда мы проводим омолаживающую хирургию, классическую мягкотканную хирургию, мы пересекаем связки, перемещаем мягкотканные покровы и добиваемся улучшения. Ну, вот пациентка с полным объемом омолажения, то, что было, то, что стало. Мягкие ткани переместили, контуры за счет коррекции, вот это вот перераспределение мягких тканей улучшились. Что мы можем сделать, как люди, владеющие костной пластикой, мы можем перемещать связки. Вот если вот эти деревья Мендельсона, то мы можем сделать вот такую вещь. Мы можем взять какое-то дерево вместе со связкой, куда-то перетащить. Мы можем вообще не залезать в мягкие ткани. Мы перетаскиваем костную структуру. И в этом случае нам очень важно, чтобы вот это вот место прикрепления к кости, надкосница, о чем мы сегодня говорили уже про это несколько раз, очень важно соединение кости с надкосницей. Мы двигаем это единым модулем. И это дает нам большие возможности влияния на мягкотканный покров. Ну вот схематически это выглядит примерно таким образом, если мы проводим раздвижение скольжения, либо вот такое вот перемещение, если мы проводим выдвижение ткани. И что здесь важно? Вот при таком перемещении основное натяжение будет на скатах. А вот, собственно, в проекции перемещенного фрагмента у нас большого натяжения не будет. Это сильно отличается от того, что будет при имплантации, потому что там мягкотканный ответ будет совершенно другой, гораздо менее естественный. Ну вот пациентка, 47 лет, у нее выраженное недоразвитие подбородка, с зубами там все хорошо, компенсировано, у нее начинающиеся возрастные изменения, очень приятная женщина. Есть возрастные изменения в нижней зоне лица. Значит, в данном случае был большой объем омолаживающей операции. Вот эту процедуру я не люблю. Я ее не люблю, и в тех случаях, когда есть показания к костной операции, то, сделав скользящую гениопластику, мы можем добиться эффекта, с точки зрения омолаживающего эффекта, ничуть не хуже, а дополнительно еще улучшить пропорции лица. Вот ее послеоперационная компьютерная томограмма, скользящая гениопластикой, выдвижение. Что здесь важно? Ключевой момент. При этой операции мы не отслаиваем нижний край. Это то, о чем мы сегодня говорили, вот на предыдущей лекции. Значит, если мы сохраняем прикрепление мягких тканей к нижнему краю тела челюсти, мы влияем на мягкотканный покров и опосредованно перемещаем эти ткани. Ну вот схема. Здесь не совсем корректно, это все-таки ближе к короткому венгчину, мы про это чуть позже поговорим, но идея та же самая. И тот момент, про который спрашивала Ирина Эдуардовна по поводу перемещения мягких тканей, у молодых там все проще. С возрастом перераспределение мягких тканей, оно меняется в худшую сторону. И поэтому это становится более важной, более значимой задачей. Значит, у пациентки верхняя блефоропластика с перемещением жира, с перемещением, с сохранением жира, перемещением его для заполнения борозды. И я очень люблю бикортикальный остеосинтез. Он самый жесткий, самый надежный, самый стабильный. Если мы используем три шурупа, закрученные в разных направлениях, это дает очень хорошую стабилизацию, минимум титана, и точно ничего не будет контурироваться в перспективе. Ну вот у нас шесть лет после операции. Выдвижение подбородка и хорошее подчеркивание под подбородочной области. Мягких тканей операции такого эффекта не даст. Вот еще одна пациентка. Тоже возрастные изменения. Точно так же без медиальной платизмопластики делаем. Здесь короткий чинвин. Это более длинный распил, это предоперационная разметка. При этой операции мы распил заканчиваем не под менталис, не в области премоляров, а мы уводим его дальше. Это самая эффективная операция с точки зрения омоложения нижней зоны лица, потому что распил заканчивается под брылью. И когда мы проводим перемещение, то премоситериальные связки и святка фурнеса у нас оказывается на разных фрагментах, и, соответственно, мы таким образом гасим начинающуюся брыль. Вот наша пациентка. 27 лет. Казалось бы, о каком омоложении тут может идти речь, но у этой девушки изначально выпуклый профиль, у нее вертикальный идти просто, у нее очень маленькая проекция подбородка в передне-заднее направлении, и у нее как раз очень выраженный бэби фейс. И ее запрос был, ей не нравятся пропорции лица, и она говорит, меня все время воспринимает как ребенка. Ну, не всем это нравится. В данном случае выполнялась длинная чинвин гениопластика. Значит, когда мы говорим о чинвин, мы можем делать гениопластику, заканчиваясь в премоситериальной области, либо мы можем, как мы сегодня видели, продлевать распил до заднего края ветви челюсти. В этом случае область прикрепления массетера у нас оказывается на перемещаемом фрагменте. Это важно. Если мы хотим, чтобы это выглядело натурально, нам нужно сохранить место прикрепления массетера. Во время этой операции зона отслойки проходит в области менталис над и под и узкой полосой. Чем меньше отслоили мягкие ткани, тем лучше будет конечный результат. Меньше реабилитации, да, немножко неудобно, но это дело как бы отработанных навыков. А реабилитация будет совершенно иной. Вот то, как делается распил при коротком длинном чинвинге. В данном случае был именно вот такой метод. Было большое перемещение и было низведение угла челюсти. Поэтому здесь пришлось достаточно много титана использовать. Заполняем этот дефект. И если мы хотим низвести углы челюсти, а это очень хороший, очень действенный механизм, то сюда в диастаз мы устанавливаем костные блоки. Либо это аллогенная кость, либо это гребешок подвздошной кости. Если мы не отслоили массетер и птериговидуус медиалис, то в этом случае эти мышцы после того, как мерилоксант уйдут, они поддавят нам угол челюсти. И в этом случае вот это расстояние, оно будет стабильно. Надо только хорошо позиционировать фрагмент, чтобы он у нас не сместился в момент пробуждения. Вот наша девушка на компьютерной томограмме. Вот наше перемещение. Там получилось у нас почти 9 мм, 8,5 мм. Вот ее результат. Хорошее перераспределение мягких тканей, хорошие натуральные, естественные контуры. В данном случае была ринопластика закрытая и длинный чинвинг. А это ее мама. Сначала мы прооперировали дочку, а где-то через месяц или через два приехала мама и сказала, я тоже хочу такой подбородок, я всю жизнь по этому поводу переживала. Но вот ее пропорции. Мы на этом останавливаться не будем. Опять же, мы не делаем плачизмопластику медиальную. Значит, и выполнялась длинный чинвинг гениопластика. Нет, короткий, прошу прощения. Так. Мы получаем хороший эффект смаз при выполнении этой операции. Здесь схема идет по короткому чинвингу, по скользящей гениопластике. Если мы распил продлеваем дальше, это перемещается вперед, плюс подключаем латеральную плачизмопластику, эффект на мягкотканный покров у нас получается максимальный. Еще одна пациентка. Эта пациентка была прооперирована в рамках обучающего курса Ирины Эдуардовны чуть больше года назад. Это видео, оно доступно. Я в конце дам QR, если кому-то будет интересно, может быть, посмотреть. Значит, в данном случае у пациентки есть выраженные возрастные изменения во всех зонах лица, и помимо полного омолаживания, почти полного, у нее не было блефропластика, она была выполнена раньше, помимо почти всех возможностей омолаживающей хирургии, ей выполнялось еще короткий чинвин мандибулопластика и малярпластика с остеотомией. Когда мы выполняем остеотомию скуловой кости, мы выполняем L-образную остеотомию, и мы оттопыриваем этот фрагмент кнаружи, скуловая дуга остается целой. В этом случае очень важно сделать так, чтобы соприкосновение наверху, ближе к латеральной стенке глазницы, по костям было максимальным. Это обеспечит нам хорошие условия для регенерации. Это этап операции на подбородке. И хочу обратить внимание на зону отслойки. Вот она минимальная, настолько, насколько возможно, чтобы только совершить нашу манипуляцию, зафиксировать фрагменты. Любоваться на красиво скелетированную кость, ну, как бы это неправильно. Вот контрольный снимок. Здесь не в срезе оказалось. Вот там видно, как проведена остеотомия. Контрольное КТ. Мы увеличили расстояние между скуловыми костями, и это дало нам дополнительный эффект натяжения. Месяц после операции. Это, получается, уже пять месяцев. И это год. Там есть некоторые сложности. Она живет в зоне боевых действий, поэтому приезжать ей очень сложно. Сейчас. Вопрос по поводу уменьшения сколовых костей. Это самый такой жупель, самая сложная история. Почему? Потому что, с одной стороны, хочется их уменьшить. В данном случае у девушки очень большая ширина. Там восточные корни. Очень большая ширина на уровне сколовых костей, сколовых дуг, но при этом она хочет быть моложе. И в этом случае нам очень важно, вот здесь краеугольно важно, сохранить мягкотканный покров, прикрепление его к костной основе. Значит, здесь есть изменения в нижней зоне лица. Значит, что мы делали? Мы делали уменьшающую маляр-пластику с минимальной отслойкой. В этом случае проводится остеотомия и тела сколовой кости, и дуги. И мы этот фрагмент поднимаем кверху. Это наша разметка. Здесь было омоложение полное. Нижние веки только не делались. Здесь уже были какие-то манипуляции. Вот когда мы выполняем операцию отслойку на скуловую дугу, мы пользуемся нашим классическим придушным доступом. Скелетируем скуловую дугу под надкосничное, выходим сюда. Вот. Наша задача пройти к переде от места прикрепления капсулы височно-нижнечелюстного сустава и пройти к сверху и снизу. Когда у нас инструмент туда легко проходит, все, значит, у нас капсула закончилась, мы уже в сустав гарантированно не влетим. И после этого тогда рецепропной пилой перепиливаем скуловую дугу под острым углом. Это важно, потому что в этом случае у нас появляется возможность, мобилизовав этот фрагмент, туда его провалить внутрь и заклинить. И у нас острый край, один фрагмент и острый край второй фрагмент зацепятся друг за друга. Синтез здесь будет необязателен. Если мы широко не отслоились и все это не разболтали, то, в принципе, это будет достаточно стабильная система. В данном случае было выполнено, потому что здесь была еще отслойка. Но если это только малярпластика, то вот этот шуруп обычно не используется. Из внутриротового доступа убираем полоску кости. И вот насколько мы хотим сузить скуловые кости, такую ширину полоску мы должны убрать. Дальше мы поджимаем нижний фрагмент к остальному черепу и проводим в этом, вот удаленный фрагмент, и проводим остеосинтез. Я предпочитаю рамку палову. Это замечательное изобретение. Борису Львовичу большое спасибо. Ее несправедливо забыли, но вот коннет нам помог. Мы ее реанимировали. Это очень жестко, надежно, удобно. У них есть достаточно большой ассортимент пластин по размеру. Но вот с одной стороны уже выполнена операция на скуловой кости, но с другой стороны пока нет. Вот уровень расположения края кости на одном и на другом фрагменте. Когда мы проводим вот эту операцию, очень важно сделать так, чтобы у нас скуловая связка Макгрегора, чтобы она была фиксирована. Если мы ее не отслоили, то мы хорошо перемещаем мягкие ткани вслед за костью. Нам важно, удалив этот стрип, вот таким вот образом удалив, переместить этот фрагмент и начинуть эти ткани, чтобы не было того самого эффекта свисающей капли, которая всех пугает. Вот наша пациентка. У нее изменились и пропорции лица, она омолодилась, и никакого эффекта провисания не случилось. Слава Богу. Ну вот сужение скуловых костей. Еще одна пациентка. Здесь противоположная история. Вообще считается, что у людей с восточной внешностью, они тяготеют к другой культуре. Айдл – это маленькие треугольные личики. На самом деле эта пациентка была прооперирована в Казахстане, и вы знаете, у них другое восприятие. Они все-таки выросли в культуре Советского Союза, другой социум. И эта пациентка хотела большой подбородок. Хотела изменить пропорции лица. В данном случае увеличение высоты нижней зоны лица, вертикальной, типа просто. Ей это не нравилось, она хотела, чтобы у нее был подбородок. И плюс добавились углы челюсти, параназальная аугментация для расправления ткани средней зоны лица. Значит, как мы уже говорили, длинный чинвинг, выдвижение и укорочение, поскольку синдром длинного лица, за костной крошкой пакуем дефект между фрагментами. И в данном случае использовались имплантанты Экофлон, ну, как один из вариантов. Вот выдвижение наше, контрольные снимки. Наверху мы видим только шурупы, поскольку Экофлон почти на 3D не рентгеноконтрастен. Наши перемещения, вот в срезах видны наши импланты. На срезах их видно. Вот наша пациентка. Натяжение мягких тканей как раз связано с перемещением костной основы. Это наша пациентка, которую мы с вами обсуждали в самом начале. У нас есть еще один уровень, значит, агнотический. Мы про него с вами еще пока не говорили, а на самом деле он самый важный, самый значимый и открывает перед нами самые большие возможности. При выполнении операции полифор мы влияем на проекцию мягких тканей всей средней зоны лица. В данном случае у пациентки большая диспропорция, там еще значительная потеря зубов с уменьшением мезоальвеолярной высоты. Но самое главное, это западение тканей средней зоны лица, которые потеряли свою опору. Ей 34 года. Мы выполняли в данном случае остеотомию. Ну, это называется высокий лифор 1. То есть мы постарались максимально высоко провести распилы с тем, чтобы улучшить опору не только в области альвеолярного отростка, а всей нижней средней зоны лица. И в данном случае выполнялась нижняя блефоропластика внутриротовым доступом. Я прошу прощения, здесь картинка просто такая требует пояснений. Значит, в центре кадра это канали с инфраорбитали, с нервом. И мы проводим распил прямо под ним с тем, чтобы передняя стенка была включена в перемещаемый фрагмент. Выдвигаем его, делаем пропилы, выдвигаем. Вот такая конструкция. Ну, скажем так, это не стандартная история. Но очень-очень хотелось максимально помочь. Я всегда удаляю нижний край перегородки. Я не хочу иметь лор-проблем потом после операции. И в данном случае у нее было выдвижение и небольшая импакция, поэтому можно использовать бикортикальные шурупы. У нее использовано 7 шурупов, никаких пластинок там не было. Ну, вот 4 шурупа с одной стороны и 3 шурупа с другой. И в данном случае, пациентке, большой дефицит наполнения средней зоны лица. Мы использовали комок Биша, мы выделили медиальный жировой пакет нижнего века, вот он, и мы сшили комок Биша и медиальный пакет между собой. Вот это Викрил-2.0, моя любимая нитка. Мы сшиваем их между собой, и когда мы натягиваем, у нас получается, что за счет перераспределения медиального жирового пакета у нас заполняется слезная борозда, а за счет комка Биша наполняется средняя зона. Ну вот то, как это выглядело к концу манипуляции. Стягиваем. На столе с одной стороны, вот когда с двух сторон, и лицо пациентки. То, что было, то, что стало. Это эффективно, это работает. Любая попытка проведения какой-то омолаживающей операции дала бы, ну, дала бы какой-то, ну, ограниченный эффект. Остатомия нижней челюсти. Опять же, все манипуляции нужно минимальную диссекцию проводить. Вот у меня есть такая красивая картинка, так случилось, что видно питательные канальцы, их там много, мы про них обычно рассекли, и пошли дальше, мы даже не думаем о них. Чем меньше мы их повредим, тем будет лучше. Когда мы выполняем сагитальную ретромолярную остеотомию, у нас есть возможность, ну, в данном случае у пациентки большой дефицит нижней зоны лица, у нас есть возможность, одновременно сделав гениопластику, получить максимальный эффект натяжения мягких тканей. У пациентки дистальный прикус, у нее была ортодонтическая подготовка, сначала было расширение обеих челюстей дистракторами, дальше у нее было лечение на элайнерах, она подготовлена, на спленте проведена операция, вот ее прикус в операционной, значит, что мы видим, у нас было большое выдвижение нижней челюсти, большое выдвижение верхней челюсти, у нас был избыток хряща, ну, там баловались, положили хрящ, как обычно, в подмассатериальный карман, а в переднем отделе, он нам потом не понадобился. Пациентка на столе, результат операции, большое выдвижение и большое натяжение. Вот тот момент, о котором я говорил. Значит, когда мы проводим отслойку минимальную, у нас сохраняются премосатериальные связки, мы их не отслаиваем, и у нас связка фурнуса оказалась здесь. Мы максимально натягиваем эту зону. Эта девушка будет долгосрочно омоложенная, это будет стабильный результат, здесь другого варианта просто быть не может. Но картинка, к сожалению, повернута в разные стороны. Здесь важно, что у нас есть движение сначала зубосодержащего фрагмента, а потом еще дополнительно нижнего края, и все это работает на омоложение. Вот ее контрольная компьютерная томограмма. Чем я люблю такую операцию? У нас всегда есть эффект увеличения беганиальной ширины за счет выдвижения, и более широкий зубосодержащий фрагмент будет контактировать с ветвью. В результате происходит расширение в области углов. Здесь было очень большое перемещение, там получилось у нас 19 миллиметров по точке погони. Небольшая латерализация в области мышелка, она есть всегда, но вот, Бог миловал, пока у меня не было проблемы с этим связанной. В тех случаях, когда мы делаем операцию сагитальную в области ветви, мы можем это сделать, и это открывает перед нами возможность выполнения длинного чинвинга. Но здесь важно, вот так делать не надо. Нам лучше немножко больше повозиться, сделать два пропила с тем, чтобы получить две небольшие полости, два небольших дефекта, чем один огромный. Тот дефект не зарастет костью точно. А здесь есть шанс на то, что все будет благополучно, и там будет хороший, достаточный по объему костный массив. Вот такая вот девочка, типичный дистальный прикус, большой дефицит мягких тканей. Здесь тоже была ортодонтическая подготовка, было одно момент расширение верхней челюсти. Мы сейчас на этом останавливаться не будем. И вот когда мы выдвигаем, выдвинули нижнюю челюсть, верхнюю челюсть, после этого мы делаем остеотомию по вегизеру, и дальше делаем остеотомию по альбино-триакам. Вот как выглядит наша зона вмешательства. Остосинтез, мини-пластинка, и хотя бы один бикортикальный шуруп при большом выдвижении. Лучше, чтобы бикортикальных шурупов было два. И вот когда мы уже поставили здесь их два, в тот момент, когда мы поставили зубосодержащий фрагмент нижней челюсти, дальше мы в диастаз, в области угла челюсти можем расположить костный блок. Вот эта пластинка, которую производит Канмет, у них ее можно заказать, в каталоге ее нет, но при желании ее можно заполучить. Чем она хороша? Она позволяет нам хорошо управлять боковыми фрагментами чинвинг, при чинвинге, миниопластики и точно позиционировать этот фрагмент. Эта пластинка именно для этого придумана. Значит, мы сначала фиксируем четыре центральных шурупа, после этого делаем серединный распил и дальше этими шурупами позиционируем боковые сегменты в то положение, которое мы хотели бы. Костные блоки мы устанавливаем в диастаз под массетером и вот получаем вот такую картину. В результате у нас получается удлинение ветви нижней челюсти, низведения угла. Вот такая схема операции. Вот ее контрольная компьютерная томограмма. И сейчас будет наша пациентка. Ситуация во рту. То, что было, то, к чему мы пришли. Генетический уровень. Периферический уровень. А есть еще наружный уровень. А это то самое частое, с чем подталкиваются пластические хирурги. Это очень простая, очень подкупающая идея, подкупающая своей простотой. Помните, мы говорили, как здорово, когда мы перемещаем костные фрагменты, у нас сохраняется ненапряженный мягкотканный покров в области вмешательства. А когда мы засунули туда имплант, у нас максимальное натяжение как раз в проекции импланта. А вот здесь ничего не изменилось. И мы тем самым сразу суживаем наши возможности. Когда мы используем имплантант, мы натягиваем мягкотканный покров. И это бывает не всегда хорошо. А когда мы перемещаем кость, мы сохраняем как раз естественность. Вот это все, пациенты, у них стоят импланты. Я не буду говорить, какие импланты, в данном случае это не важно. Это мои результаты. Это мои результаты, достаточно давние. Я сейчас так не делаю. У них у всех подбородок выглядит как нашлепка. Она некрасивая. И вот как выглядит пациентка, у нее вроде как все неплохо. Но посмотрите, как в динамике не здорово это все выглядит. Перенапряжение мягких тканей. Это совсем плохо. Это силикон. Силикон зло, с ним надо бороться. По этому поводу, вот в рамках нашего конгресса несколько лет назад было мое выступление. Если кому-то интересно, запись этой лекции там есть. А вот пациентка, у которой была выполнена операция омолаживающая и установлены импланты скул. Пациентке это очень не нравится. Очень ненатурально выглядящий контур скул. Там были еще рубцы, с которыми мы боролись. И в данном случае пациентка, ну проблема в чем? У нее стояли импланты Медпор и поверх них были размазаны комки Биша. Вот этот конгломерат разобрать красиво, очень сложно. В результате мы договорились, что мы просто утопим скуловые кости с тем, чтобы не влезать в сложную травматичную процедуру выдирания оттуда этого самого импланта. Ну вот процедура отслойки, ну многие знают, насколько это неприятная вещь. Он не хочет отделяться. Вот как выглядел тот фрагмент кости, который мы убрали. Там у нас получился такой слайс и кость, и Медпор одним куском. Вот с одной стороны мы уже утопили скуловую кость, с другой стороны нет. Был выполнен вот такой вот вариант отстой синтеза, и здесь у нас была ошибка. Вот край импланта, который мы не снимали. Смотрите, пожалуйста, у нас здесь пластинка. Помните, на картинке только что были шурупы? В этот же день вечером мне позвонилась с постовой сестрой. Сказала, у меня там какая-то проблема, надо подъехать. Я подъехал. Моя ошибка заключилась в том, что я закрутил шурупы через Медпор, он мягкий, и длины шурупа мне не хватило. Пацинка начала кушать, и у нее там что-то хрустнуло. Когда мы пошли на ревизию, выяснилось, что у нас на шуруп просто два шурупа, их вырвало. Мне пришлось тут же поставить пластинку с тем, чтобы зафиксировать в правильное положение. Ну вот наш результат. Результат в принципе неплохой. Пацинка живет в Азербайджане, поэтому у меня, скажем так, с большими паузами ее фотографии отслеживали. Вот тот эффект, который мы получили. Мы убрали такой фрагмент кости, то, что осталось, мы поддавили и приподняли. Через какое-то время она приехала и сказала, мне нравится, но вот это оно мне психологически, я не могу с этим жить, давайте с этим расставаться. И мы все-таки пошли на удаление этих имплантов. Посмотрите, почему вырвало. Это та сторона, которая благополучная. Этот шуруп едва-едва держался. Слава богу, что с другой стороны не вырвало. Могло вырвать. Резюме. Если мы работаем через метпорс, шурупы надо брать больше, и, видимо, нужно продавливать сквозь него, он, в принципе, туда закручивается при не очень большом усилии. Так, на видео я не буду уже останавливаться, у нас на этой нет времени. Вот как выглядели ее удаленные препараты. Ну и там еще баловались. Вот когда скажете стоп, я скажу стоп. Ну, сделаю стоп. Если все, значит все. Хорошо, спасибо. Хорошо. По поводу... А, так это последнее наблюдение. По поводу имплантов. Я не против имплантов, но я считаю, что импланты это последний рубеж нашей обороны. Если мы не можем обойтись своим, бывают такие ситуации, но вообще никак. Тогда да. Вот эта интересная пациентка, она пришла с запросом по поводу омоложения, но очевидно, что у нее здесь костный дефицит. У нее была проведена операция на двух челюстях плюс гениопластика, но она очень миниатюрная девушка, и кости у нее были тонкие и звонкие, и, честно говоря, я хотел бы выдвинуть ей на большую величину, но вот в моем представлении это было маловыреализуемо. Мы выдвинули ей. Вот движение у нас получилось в 8 миллиметров. Я бы хотел, чтобы это было больше, но у меня в области верхней челюсти контакт по костям был настолько иллюзорный. Нам пришлось паковать это дополнительно костной тканью с тем, чтобы хоть какие-то условия для... Значит, второй этап. Мы выполняем омолаживающую операцию. Это классическое омоложение, но тут есть одна проблема, которая очевидна, это западение в области угла, потому что своей кости в этом месте у нее недостаточно. И последнее, что мы делаем. Мы планируем с пациенткой выполнение индивидуально изготовленного импланта в эту зону. Другой возможности здесь уже просто нет. Мы моделируем вот такой имплант, и когда такие вещи... Здесь очень важно иметь вот такие вот зоны, какие-то неровности и так далее, на которые мы можем хорошо ориентироваться, чтобы правильно позиционировать имплант. Здесь будут видео... Я про видео проскочу, сейчас уже сразу дойдем до результата. Опять же, это видео, сейчас будет в конце QR-код, это видео, оно доступно, там можно будет его посмотреть в полном формате. Интересная штука. Значит, мы попросили компанию, нам делают такую нашлепку, которая заходит на передний кроветвер. Это резко упрощает задачу фиксации импланта. Вообще, угол челюсти очень неудобно фиксировать шурупом, если мы делаем так, что мы можем засверливать в сагитальном направлении, задача резко упрощается. Ну вот результат на столе. Важно герметичное душевание раны. И бит-1 на выходе. Результат на столе. Вот наша компьютерная томограмма после операции. Все, что мы видим от имплантов, это два шурупа. Пик, он не рентгеноконтрастен, поэтому на снимке мы его можем видеть только на мультиспиральной компьютерной томограмме на срезах. В 3D мы его уже не увидим. Вот конечная картинка. И тот вопрос, который сегодня озвучивался, вопрос по поводу неестественности. В тех случаях, когда у нас глубокое западение в этой зоне, мы используем либо костный блок, либо шилд гениопластику для того, чтобы подпереть провалившиеся мягкие ткани. Это здорово помогает. Вот ее конечная после омоложения и конечная картинка. Это около месяца после операции. И сейчас будут выводы, я прошу прощения. Оп, раскачал. У нас есть 3 уровня воздействия на мягкие ткани за счет кости. И, ну, скажем так, самый поверхностный, самый простой, он самый малоэффективный, к сожалению. Значит, очень важно это соединение кости с периостом, и чем меньше мотоцикл, ослаиваемся, тем лучше мы воздействуем на мягкие ткани. Шлифовка и имплантация, это просто удобно, но, скажем, увлекаться этим не надо. И импланты, это, ну, последний рубеж нашей обороны. Все, что я рассказывал, вот, что я обещал, вот по этому QR-коду, это будет доступно. Спасибо. Спасибо. Вопросы по тому последнему обороны. А, да, есть лицо? Да. Да. Вопрос такой, который я могла бы задать обороны, в принципе, то есть, я посмотрел, с Русланом еще периодически оперирую, но мы вместе, но не во всем сходимся. Руслан, все-таки, вы так вот категорически выявляете, что открывать шею, да, переднюю, то есть, сегментально открывать шею совершенно не до чем, потому что все можно решить так, коротким или длинным чиннингом. Вот вы это говорите, почему? Потому что, потому что, потому что, неужели у вас не было ни одной пациентки, и эти мягкие, закон силы тяжести никто не отменял, да, мягкие ткани стареют, все равно они стареют. Глубокая, глупо-неподкорная, не только подкорная, столько глубокую, сутку сизмарная плечатка никто не отменял, да. И вот вы все, всю эту конструкцию выдвигаете вместе, да, вот стареющие тетеньки, и считаете, что это достаточно, вот просто тут снимок заключительной пациентки, которая была у траповодной шеи, в принципе, если там открыть переде шею, то результат мог бы быть более чувством. То у вас это ваша вот такая вот крутая концепция, или просто у вас не было тяжелых шеи? Эрина Донна, спасибо за вопрос. Ну, естественно, были у меня тяжелые шеи, у меня не очень большой опыт медиальной платизмопластики. Я... Слушай, там не только медиальная платизмопластика, да, я делаю медиал. Я эту операцию в своей жизни делал раз десять, не больше. Вот. Мне как-то нужно было подобрать слова. Я долго рылся, чтобы оттуда нарыть картинки для презентации. В тех случаях, когда у нас есть какие-то локальные вещи, которые вот натяжением, просто перемещением подбородочного фрагмента не исправить, да, но вот в моей практике это бывает крайне редко. На самом деле, как вы говорите, мне не нравится препопулярный разрез. Вот девушка сказала, что ей не нравится. Вот я не девушка, но мне не нравится разрез посреди шеи, если можно его избежать. Может быть, в какой-то мере это будет компромиссом с точки зрения эстетики, но мы точно получим явное выраженное улучшение. К этому вопросу мы в конце концов можем вернуться, потом у нас еще будет этап доступа к телу, когда мы удаляем титан. Если что-то не удовлетворит, но опыт показывает, что никто этого больше не хочет, не просит. Мы еще делаем сочетание обязательно с лепосакцией. И вот это создание примерно шеи и складки, да, лепосакция даже у худых пациентов, это то приводит к очень хорошему галитарку. Можно уйти чуть глубже и забрать плечатку даже не только подкорную. Подплотизмами. Поэтому я не знаю, я очень часто это делаю. Поэтому, ну, опять, здесь зависит от возраста, от возраста, но и одной фактором других. Какие еще вопросы сказали? Нет, нет. А, комментарии, конечно. Конечно. У нас есть еще вопросы. У нас придет следующий вопрос. Четыре минуты. Да, в начале аудитории, которая сейчас осталась в советской телевидении, если вы помните, больше товаров в хороших и разных. я не совсем согласен с позиции относительно силикон, что силикон – это зло, но дело не к полимере, как таковому, а дело к возможности фиброскулярной ткани в него врастать. И если вы помните большую научно-практическую работу профессору Грусову и Людмилу Арсеньевну, которая в свое время предлагала целый комплекс силиконов с платинового катализатора, так вот там каждый имплантат в любом случае, он в отличие от американских или европейских производителей, где делают монолитные силиконовые блоки, материалы, то там Ирина Матвеевна и Ирина Петрович в ручном режиме этот имплантат многочисленные перфорации проводили как раз для врастания, для улучшения фиксации и в принципе даже была возможность не использовать титановые конструкции, хотя я тоже сам активно использую титан, но если есть возможность исключить титан из своей практики, то желательно это делать. Мне очень понравилось ваши вот эти распилы, которые дают возможность сменять профиль скуловой кости действительно за счет вот этого смещения углового, но понятно, что это геометрия трехмерная, и все же считаю, что материалы должны быть разные, потому что нельзя сравнивать полимер, который производит компания Кохлон, потому что пористые поли-тетра, штор, этилен и фториды за счет повреждения структуры, молекулярной структуры полимера, они потом вызывают асептический воспалительный процесс окружающей ткани, что не происходит в большей степени у метпора или адмепора, который использует пористый полиэтилен в чистом виде, без добавки к кастрюлю. Я думаю, что в любом случае химия полимера развивается, но в скором времени мы увидим материалы и другой природы, которые нам будут помогать использовать в качестве последней вишенки, потом уже лазить в эту зону, где стоит полимер, нельзя, неважно где, нижняя челюсть, нос, средняя зона лица, лоб или череп и так далее. Это действительно финальный вариант. Спасибо большое за очень интересное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Матвей Русландович, я вас благодарю, потому что сегодня мы услышали совсем новую концепцию омолаживания через саллицинговую хирург. Как правило, но логическое завершение. Не новое, но автор. А автор в логическом завершении. Так, конечно, есть нюансы, нюансы там необходимости, идеальные платят по классике, и понятно, что звук фигмальный, никак по-другому не уберешь и так далее. Но вот этот фактус перемещения, связанных за счет перемещения постовых компонентов, абсолютно, ну как бы вот такое пионетское решение, благодаря вот такому соавторству двух челюстно-лицевых хирургов, один из которых... Нет, ну все равно же, ну эти деньги, наверное, ваша инвизорна была, или... Ну хорошо, в таком случае очень интересно, и я вас от души приглашаю, думаю, это всем эстетическим хирургам будет интересно, и вот публикация в нашем журнале. Вот так вот, в зависимости от имеющихся деформаций, описать определенный вид костных операций, которые решают эти вопросы, я думаю, что во многом это как-то обогательный кругозор эстетической хирургии, и может быть, от этого у вас появится больше пациентов, может быть, мы посмотрим, скажем, а нет, сначала, чтобы я к доктору Андреевича его направляю, потом сама займусь этим вопросом. Так что, очень так интересно. Главное, чтобы не появилось много последователей непрофессиональных, потому что для вас и наше действие. Нет, и поэтому отпускают, конечно, в получение открытия, что будет ценно появление статьи в нашем журнале. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Всего вам большое. Спасибо. Последователям у вас будут такие доклады и вдохновляют. Спасибо. У вас есть, подумаем, доклады? Из-за вас канал есть? Ну, вот канал есть, надо туда зайти, и там можно будет написать, если будут какие-то вещи. На самом деле, в Ютубе много чего есть, еще не все собрано на канале, но сейчас как бы активно этим занимаемся. То есть, в принципе, если чего-то не хватает, можно написать запрос, если этого еще нет, то, может быть, мы как раз вспомним, что у нас где-то в Загашниках что-то есть. Да, конечно, но для этого и создано. Все уже закончилось. Хорошо, нет. Только кулуара, да, я так раз говорю. Да, да, да. Только кулуара.